Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Postal 4 никогда не выйдет на Xbox, фильм по Death Stranding снимается несмотря ни на что, Crysis 4 планируют сделать амбициозным, а Assassin's Creed получит еще больше продолжений. Правда, на сей раз в виде комиксов, слава богу. Или нет? Студия-разработчик Insomniac Games, как известно, в данный момент трудится как минимум над двумя проектами во вселенной комиксов Marvel. Одним из них является горячо ожидаемый многими, в том числе и нами, сиквел Marvel Spider-Man. А второй, пока что покрытый завесой тайны, проект про персонажа Людей Икс Росомаху с соответствующим названием Wolverine. Однако, похоже, что это отнюдь даже не все, что компания готовит сейчас для своих поклонников. Так, в рамках свежей прямой трансляции, одна из руководителей Insomniac, Кэрин Эберхард, подтвердила старт производственного процесса над еще одним амбициозным блокбастером. Известно, что непосредственно Эберхард возглавит отдельный офис разработчиков в стане Insomniac Games. Официально студия проект не анонсировала, и непонятно, еще одна игра по Марвел это будет, или что-то совершенно иное. Вероятно, что данный проект был запущен только в прошлом году, как раз когда к студии присоединилась Эберхард, на собственно должность руководителя проектов. По словам девушки, она приятно взволнована, так как для нее это будет первый масштабный игровой проект ААА уровня. И хотя у нее имеется уже довольно обширный опыт в игровой индустрии в частности и управление в целом, ранее она работала в Близзард, девушка не участвовала в непосредственной разработке игр, а потому в этом ей будут помогать разработчики-ветераны из Insomniac. К слову, немногим ранее ходила информация о том, что студия работает над многопользовательским проектом, для которого даже проводился активный набор новых сотрудников с опытом разработки как раз сетевых режимов. Хотя фанаты Паучка уже начали строить иные предположения. В сети можно найти кое-какие подсказки о том, что это может быть за игра, помимо мультиплеерного проекта. В феврале актер Тони Тутт, выступающий актером озвучки Венома в игре, написал в своем твиттере следующее. Только что подписался на еще одну озвучку для сами знаете кого. По мнению некоторых, это очевидный намек на то, что актер вновь исполнит роль симбионта в каком-то другом проекте. А на выставке Сан-Диего Комик-Кон он также упомянул, что участвует в разработке еще какой-то другой игры, что может как раз пересекаться с его заявлением в твиттере. Поскольку Insomniac теперь уже подтвердили, что в разработке действительно находится третья игра, спин-офф про Венома кажется очень даже вероятным. Не уверены расстроится ли кто-нибудь, услышав данную новость или нет, но похоже, что разработка сиквела экшена в открытом мире от Ubisoft Immortals Fenyx Rising была окончательно отменена. Источник в лице Энди Робинсона из VGC подтвердил данную новость. Вероятно, все же опечалив некоторых игроков, что с удовольствием исследовали мир Immortals, созданный под изрядной долей вдохновения античной эстетикой. И да, сиквел игры и вправду находился в производстве долгое время, в зоне ответственности Ubisoft Quebec. Но в какой-то момент вышестоящее руководство приняло решение о его отмене. Игра тогда находилась на ранних стадиях производства. Однако летом весь процесс окончательно остановили, и наработкам пришлось отправиться на свалку истории. Туда же, где, по всей видимости, находится и Beyond Good & Devil 2, тут мы не смогли удержаться. Изначально в Ubisoft считали, что производство может положить начало новой череде проектов. Так, в прошлом году инсайдер Джефф Граб сообщал, что продолжение Immortals будут посвящены мифологиям различных народов. Но на сегодняшний день оказалось, что у компании Ubisoft совсем другие планы. И нынче они намерены вложить все силы и ресурсы исключительно в свои крупнейшие IP, и сильно не распыляться. Ну, это если оставить за скобками 15 запланированных игр в серии Assassin's Creed, разумеется. Два десятилетия тому назад трехмерное приключение в открытом мире о желтокожей семейке The Simpsons Hit and Run завоевало по-настоящему народную любовь. Однако продолжение игры, даже если оно кем-то и когда-то планировалось, глубокому сожалению не суждено было войти в свет. Многие годы поклонники надеялись получить хотя бы HD-переиздание, не говоря уже о полноценном ремейке, но официально никто этим не занимался. Зато неофициально очень даже. Случилось это не далее, как в прошлом году, именно тогда некий разработчик-энтузиаст начал делать ремейк собственными силами. И вот, спустя почти год после начала проекта в 2022 году, разработка вроде бы как завершилась. Почему мы не слишком уверены в этом? Ну, несмотря на то, что игра по заверениям разработчика готова, он не будет выкладывать ее билд в открытый доступ, потому как из-за этого у него могут начаться проблемы из авторских прав. На Западе за этим, как ни крути, следят довольно строго. Да и на Востоке кое-где тоже, но не суть. Разработчик фанатского ремейка The Simpsons Hit & Run поделился в общей сложности восьмью видеороликами, в которых задокументирован процесс разработки с целью доказать, что игра существует не только в его фантазиях. В своих видеороликах, где он рассказывает о процессе создания игры, разработчик подробно описывает детали разработки, включая работу над открытым миром, транспортными средствами, персонажами, визуальным оформлением и реализацией VR-режима. Планирует ли автор ремейка каким-то образом реализовывать свое творение, быть может умудрившись договориться с правообладателями, как вариант? Об этом ничего не известно. Но не только поклонники Симпсонов, похоже, рискуют остаться с носом. Много лет фанаты Capcom буквально умоляют японских игроделов сделать продолжение или хотя бы ремейк первого Dino Crisis. Однако студия вовсе даже не торопится исполнять их желания. В отличие от Resident Evil, которую авторы с завидной активностью развивают все последние годы, для поклонников Регины вот уже много лет не было ни ответа, что называется, ни привета. Конечно, игры вроде Exoprimal хоть и пытаются заполнить данную нишу, но фанаты хотят именно новый Dino Crisis. И ни на какие альтернативы соглашаться явно не собирается. А потому не стоит удивляться факту появления очередной, невероятно полезной петиции в сети. С просьбой к девелоперам, наконец, продолжить приключения Регины. На данный момент собрано более трех тысяч подписей при цели в пять тысяч. Что именно произойдет по достижении заветной цели, неизвестно. Но маловероятно, что японские разработчики бросят все и побегут вместо девятого резика хвататься за так горячо ожидаемую игроками Dino Crisis. Очевидно, что подобные петиции мало что решают. Хотя попытка не пытка, чего уж возмущаться. К слову, многие, быть может, и не помнят, но в начале этого года студии Capcom был проведен опрос фанатов о том, какую классическую игру им следует переделать. В результате голосование победила именно Dino Crisis, а следом за ней последовала Resident Evil Code Veronica. Более того, позже Capcom запустила еще один вопрос с целью узнать, какие их бренды являются любимыми у фанатов, включив туда Dino Crisis тоже. Это, конечно, быть может, ни о чем весом и не говорит, но с той же вероятностью можно предположить, будто бы интерес к данному бренду у Capcom все-таки остался. А там годик-другой, ну, может, третий, а за ним и четвертый, и, глядишь, продолжение таки выпустят. В последнее время купить что-либо в зарубежных онлайн-сервисах практически невозможно. Ведь российские карты отключены от Свифта. А значит, пополнить Amazon, Apple, PlayStation Store или купить латы своему супергерою или розовую сумочку любимой киски у вас не получится. Но отчаиваться не стоит, ведь есть виртуальные карты MasterCard для оплаты онлайн – ePrepate. С виртуальными картами MasterCard ePrepate любая покупка становится возможной. А главное – удобной, ведь они работают во всем мире и предоставляют полную анонимность. 3DS-коды приходят прямо в ваш Телеграм. Карту можно оформить всего лишь за три минуты. Оплатить можно рублями, биткоинами, тезером и прочими валютами. Чтобы получить подробную информацию по виртуальным картам и 3DS-кодам, воспользуйтесь чатом или ботом. Теперь твой воин будет надежно защищен, а киска будет благодарна морлыкать тебе в ухо. Ссылка в описании. Инди-разработчики и студии RWS, что ответственны за серию Postal, как правило, за словом в карман не лезут. Команда не так давно открыто вступалась за защиту пиратства, выстебывала феномен консольных войн и троллила уровень оптимизации в грядущий Старфилд. Все бы и ничего, давно уж привыкли. Да вот только последние две темы вышли боком авторам сатирического боевика. Теперь похоже, что из-за одной единственной шутки про Старфилд, серия Postal никогда уже не выйдет на консолях Xbox. Ранее в этом году представители Running with Scissors рассказывали о том, что Microsoft отказались сотрудничать и выпускать на своих приставках что угодно игровое под брендом Postal. Разработчики не раскрывали подробностей, почему такое решение было принято. А потому многие логично посчитали, что это связано с высокой степенью насилия и злободневных тем, традиционно поднимаемых играми студии. Но, как оказалось, реальная причина может быть в избирательной политике Microsoft и... обидчивости. В недавнем сообщении студия подтвердила очередной отворот-поворот со стороны Microsoft. Теперь вот на выпуск Postal 4 No Regrets для Xbox Series. Авторы проекта отметили, что они не имеют ровным счетом ничего против данной консоли и, наоборот, стараются поддерживать сообщество на всех платформах. Но издатель наложил строгий и бескомпромиссный запрет RWS на реализацию их игр на боксе. Похоже, что подобное решение со стороны Microsoft имеет место быть по причине постоянного троллинга разработчиков Postal. Студия в прошлом довольно активно критиковала Microsoft и Sony за разжигание ненависти в сообществе игроков из-за консольных предпочтений. А, по всей видимости, шутка над Starfield стала точкой кипения для руководства компании-гиганта. Что ж, будем играть и страдать в Postal 4 на ПК, как в старые добрые времена. Где там моя дурацкая петиция? Ну-ка быстро взял и подписал! Известно, что четвертая часть высокотехнологичного шутера Crysis находится в разработке. Однако знаем мы о продолжении пока что преступно мало. Недавно появилась информация о том, что у студии Crytek на проект грандиозные планы. Похоже, что разработчики планируют сделать поистине амбициозный боевик. Хоть и не совсем понятно, в чем именно амбициозность это будет на деле проявляться. Так, старший дизайнер уровня Жюльен Эвейе недавно опубликовал в своем твиттере вакансию старшего геймдизайнера для Crysis 4. Чем несколько взбудоражил сообщество поклонников серии шутеров, объявив, что игра будет довольно глобальной и многообещающей. Конечно, это всего лишь мнение одного из сотрудников, и оно вовсе не отражает какой-то объективной картины относительно масштаба или качества игры. Но учитывая тотальную тишину вокруг квадриквела и тотальное отсутствие маломальски достоверных инсайдов, даже самый незначительный намек на продолжение Crysis наверняка должен стать лучиком света для поклонников, которые хотят быть уверены хотя бы в том, что проект не попал в производственный ад или же был вовсе отменен. Последняя часть серии, напомним, вышла аж 10 лет назад, а целая декада, ну или больше, для разработки линейного шутера срок довольно приличный, не про GTA все же говорим. Поэтому справедливо было бы полагать то, что у четвертой части Crysis какие-то проблемы. Но, по всей видимости, производство боевика про наномодифицированных бойцов активно-таки продвигается. Пссс, немного инди хотите? Их есть у нас. Издательство Assemble Entertainment на пару с разработчиками из Pixel Pogo выпустили новинку в лице динамичного приключенческого платформера Super Catboy. Игра доступна для покупки в Steam и GOG. Геймерам предстоит взять на себя управление протагонистом по имени Catboy, который вместе со своей спутницей-оружейницей отважно противостоит полчищам врагов на фоне живописных, как мы это любим, 16-битных декораций. Основная цель героев – положить конец коварным планам доктора Унги Фуга, чтобы в конце концов отойти-таки от геройских дел и вернуться к своим привычным делам кошачьим. Super Catboy – это захватывающий платформер с элементами типа «беги и стреляй», черпающий вдохновение в проектах 90-х годов. На своем пути, за все хорошее и против всего плохого, игрок будет много бегать, прыгать и пробиваться через многочисленные биомы – от усыпанных снегом горных вершин до заброшенных заводов. Попутно устраняя бесчисленное количество противных и злых собак, вооруженных смертоносным оружием. А как же иначе? При всем при этом, стремительный экшн-платформинг разработчики грамотно обернули в веселую и захватывающую историю, рассказывающую про довольно очаровательных персонажей. PostScriptum – эта новость подготовлена в рамках экспериментальной рубрики «Индиминутка», где мы будем вкратце рассказывать вам о грядущих или только что вышедших любопытных, на наш взгляд, инди-проектов. А потому, если вам такое нововведение по душе, не поленитесь рассказать нам об этом в комментариях под видео. Очень будем за это признательны. Ну и если тема не зайдет, конечно, тоже пишите, нам любое мнение крайне важно. А пока двигаемся дальше. Очередные утечки касаемо новой Call of Duty на сей раз гораздо более наглядные, а не только лишь чьи-то голословные инсайды. В сети совершенно неожиданно обнаружился логотип Modern Warfare 3 – очередной главы популярного шутера, что должен выйти в этом году. И да, Activision по-прежнему хранит молчание касаемо подробностей проекта, хотя уже было море сливов разного рода рекламных материалов, которые более-менее доподтверждали, что именно нас ждет за часть и когда она выходит. Спойлер – в ближайшие месяцы, вероятнее всего осенью, как и множество раз до этого. Собственно, первое изображение логотипа Call of Duty Modern Warfare 3 опубликовал пользователь с ником Alphaslot в своем твиттере. Название игры стилизовано под Modern Warfare с римской тройкой, что также совпадает с самыми последними частями боевика. Что касается того, как именно этот логотип утек в сеть, то все просто. Он появился в некоторых рекламных роликах напитка Monster Energy, который, вероятно, уже на днях появится на полках магазинов. Помимо логотипа, эта утечка также демонстрирует Капитана Прайса, который явно вернется в новой части Call of Duty. Кто-то же должен открывать все двери, право слова, отнюдь не нам этим заниматься. Немногим позднее компания Activision отреагировала на утечку в официальном твиттере серии Call of Duty, задав комьюнити вопрос, есть ли у кого-нибудь энергетический напиток, что, ну, как бы намекает. А Slash Hammer Games, разработчики новой части, в свою очередь сменили обложку в социальной сети. В логотип компании добавили римскую цифру 3 красного цвета. Пиксельный мультиплеерный боевик Battle.Bit Remastered стал настоящей бомбой и хитом этого лета в магазине Steam. Однако, даже несмотря на феноменальную популярность, проект все еще продолжает дорабатываться, и реализация его отдельных моментов вызывает вопросы у некоторых геймеров. К примеру, в многопользовательских баталиях игроки не смогут воспользоваться дробевиком, по причине того, что его, ну, в игре вообще-то нет вовсе. В связи с этим, разработчикам даже пришлось пояснить за отсутствие оружия. Они приоткрыли завесу тайны, рассказав, что сие досадное недоразумение вряд ли удастся поправить и в грядущих обновлениях игры. Причина отсутствия дробовика в Battle.Bit проста и банальна. Разработчикам было очень тяжело настроить его баланс как положено. Оружие получалось либо слишком слабым, либо чересчур сильным. Из-за этого авторы решили от дробовика насовсем отказаться. Дабы лишний раз не морочить себе голову и сосредоточиться на остальных, гораздо более важных доработках и обновлениях. Среди прочих, как известно, запланированы новые карты, игровые режимы, обновление снаряжения и разный другой доп-контент. Несмотря на продолжающиеся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде, работа над многими крупными картинами все же продолжается. А в отношении одного из таких даже появились обнадеживающие новости. Спешим обрадовать всех, кто переживал. Экранизация симулятора курьера Dead Stranding все так же продолжает находиться на стадии подготовки. А продюсер фильма Алан Унгар заверил, что работа над экранным воплощением неуклонно продолжается. И что даже сам маэстро Кодзима принимает активное участие в курировании проекта. По словам киношника, подобная работа стала невероятно важным начинанием для Хидео Кодзимы. Потому как это был первый раз, когда он самостоятельно, в рамках независимой студии, создал игру. И эта игра получила мгновенное признание критиков, довольно в скором времени получив возможность стать фильмом. Разумеется, массовые протесты вносят свои коррективы в съемочный процесс. Как и все то, что сейчас происходит в индустрии кино, этого продюсер вовсе даже не отрицает. Однако он тут же поспешил добавить, что скоро появятся очень интересные новости о фильме. Потому как съемочная группа невероятно довольна тем, в каком направлении движется создание картины. Сообщается, что это будет большой сюрприз не только для поклонников видеоигр, но и для кинозрителей, и вообще для зрителей, которые никогда прежде не видели ничего подобного. Что ж, хочется верить. Кодзима, братишка, вся надежда только на тебя. Студия Criterion Games известна многим фанатам аркадных гонок, в частности своей замечательной игрой Burnout Paradise, а также несколькими далеко не самыми худшими частями серии NFS. Был среди них, конечно, и довольно прохладно принятый Unbound, что выходил относительно недавно. Но также был и Hot Pursuit 2010 года, который когда-то даже вернул многим подзабившим на серию игрокам веру в гоночную франшизу от Electronic Arts. В последние дни то и дело возникают слухи разной степени правдивости о грядущем ремейке оригинального Most Wanted, одной из лучших частей данной серии. А недавнее объявление студии Criterion на платформе LinkedIn также может говорить о том, что в компании уже вовсю трудятся над новой игрой. В предложении о работе компания указала, что разрабатываемый ею проект, цитата, «бросает вызов условностям жанра гоночных игр, чтобы вывести серию Need for Speed на новый уровень». Задача разыскиваемого сотрудника, а именно дизайнера игрового окружения, будет заключаться, собственно, в создании передового и максимально детального игрового пространства, способного подарить игрокам новый исследовательский опыт. Заниматься этим предстоит в талантливой команде, состоящей из многочисленных художников, дизайнеров уровней и программистов. Итого, если сопоставить все имеющиеся факты инсайды, то смеем предположить, что вероятность разработки новой версии, проверенного временем шедевра руками умельцев из Criterion, как никогда высока. Уже менее чем через полтора месяца компания Bethesda отправит сотни тысяч игроков в захватывающее космическое путешествие, где их ждут тысячи планет и миллионы возможностей. Аккурат к релизу Starfield разработчики подготовили серию коротких анимационных фильмов по мотивам игры. Задача которых – немного поближе познакомить игроков с миром игры и его персонажами. Всего фильмов три, а объединены они общим названием Settled Systems. Каждая из частей трилогии покажет по одному обособленному городу, в которых в свою очередь живут главные герои. Пилот-курьер из Новой Атлантиды, что грезит о захватывающей жизни. Сирота, пытающаяся покинуть город Акиллу, потерявший родителей во время войны с колониями и отчаянно желающие исследовать звезды. А также парочка прохиндеев, что зарабатывает на жизнь грабежом богатых тусовщиков. Посмотреть атмосферные рисованные произведения можно прямо сейчас на YouTube-канале Беседки. Франшиза Assassin's Creed от Ubisoft совсем скоро получит новую линейку комиксов по мотивам. Сборник будет издаваться под общим названием Assassin's Creed Visionaries. Это будет антология, сюжет которой объединит несколько временных отрезков. Так, в каждой истории Visionaries будут представлены свои главные герои. И в отличие от последних игровых частей серии, ими будут вполне себе ассасины. Которые, ко всему прочему, никогда ранее не встречались ни в комиксах, ни в самих играх. Как пример, действие одного из приключений будет разворачиваться во времена бразильской военной диктатуры 1970-х годов, по сюжету которого некий боец-революционер будет отправлен в комнату пыток. Над созданием конкретно этого романа работали художник Рафаэль Альбукерки, причастный к рисованию американского вампира и комиксов о Бэтмене, и сценарист Али Сантос. А авторами других историй в рамках графической серии станут Стефан Луи, Вера Давьет, Оливье Ватин, Яник Пакет, Ника Генрихон и другие мастера Пирай Кисти, в разное время работавшие над комиксами издательств Marvel или DC. Выход первого номера грядущей серии комиксов запланирован на ноябрь этого года. Пока доподлинно неизвестно, будет ли данная серия каноничной, или же авторы выпустят он и чисто ради фан-сервиса. Что касается комиксов, то в разное время Ubisoft делали по-разному. Какие-то сюжеты признавались студией каноном, как те же The Fall of the Chain про ассасина Николая Орлова, а какие-то им все-таки не были. Среди подобных можно отметить, например, серию Медь Шао Цзюн. А теперь мельком пробежимся по коротким новостям из рубрики Блиц. Актриса Девора Уайлд рассказала о том, что студия Лариан, ответственная за разработку Baldur's Gate 3, нанимала специально обученных координаторов интимной близости для создания романтических сцен в игре. К слову, Девору, исполняющую роль Лейзель в проекте, подобное решение более чем обрадовало. Потому как Baldur's Gate 3, по сути, стала одной из первых игр, для которой привлекли таких специалистов. Обычно они работают в индустрии кино. Издательство Square Enix буквально вчера удалило защиту Denuvo из очередной игры. Счастливчиком стал Action Forspoken. Удаление привело к тому, что размер X-файла уменьшился на 260 МБ. К слову, печально известная Denuvo была убрана из игры спустя всего полгода после релиза Оны, а до удаления экшен так никто и не решился взломать. Microsoft готовится выпустить стилизованные геймпады к премьере мультфильма «Черепашки-ниндзя. Мутантский разгром», который состоится 4 августа. Устройство привлекает не столько своей раскраской, сколько возможностью распылять запах пиццы при помощи встроенного ароматического диффузора. Звучит довольно странно, но фанатам наверняка очень даже зайдет. Сроки продажи пока не огласили. Известно, что компания разыграет несколько устройств в своих соцсетях. На сегодняшний день ажиотаж вокруг Marvel Spider-Man 2 как никогда высок. А несколько дней назад студия InSomniac представила сюжетный трейлер игры на Comic-Con. И на данный момент количество просмотров этого ролика приблизилось к 7 миллионам. И это только на официальном YouTube-канале PlayStation. Это, несомненно, рекорд для Sony InSomniac и очередное подтверждение того, что проект очень ждут и с интересом следят за разработкой. От игр по комиксам никто вовсе не устал, вопреки расхожему мнению в медиапространстве. Такая версия Ratchet & Clank Rift Apart близится к выходу в Steam. И согласно сообщению студии Nixos стало известно, что те, кто оформил предзаказ серии Rift Apart для ПК и предварительно загрузил ее, смогут начать проходить игру уже сегодня, то есть 26 июля, начиная с 18.00 по московскому времени. В российском игровом маркете WK Play появилась функция «Купить в подарок». Соответствующую кнопку можно найти на страницах платных игр. Передать игру можно двумя способами. Лично или с помощью опции отправить на почту. В первом случае после оплаты приходит ссылка, которую нужно отправить получателю. А во втором ссылка автоматически отправится на имейл счастливчика в заранее выбранный вами день. Если верить отчету Games Workshop за нынешний год, в разработке находится аж 9 новых игр по вселенной Warhammer. В документе есть информация о проектах Warhammer Age of Sigmar Realms on Ruin и Warhammer 40 000 Space Marine 2, а также о компьютерной ролевке Rogue Trader и цифровом карточном проекте Warp Forge. Также упоминается игра Speed Freaks, которая была показана на выставке Warhammer Skulls в начале этого года. А название остальных проектов не раскрывается. Их, по всей видимости, пока не успели даже анонсировать. Ну и под финал наша традиционная рубрика «Цирк с конями». Любите погонять в Payday? Тогда придется посидеть в тюрячке. Стоп, что? На самом деле это не наш из команды больной фантазии. Это создатели грядущего Payday 3 подобным образом продвигают свой новый проект. Получается, довольно креативно, с этим не поспоришь. Разработчики открыли предварительный сбор заявок на сайте. И тех, кто пройдет специально отбор, ожидает, пожалуй, ни с чем не сравнимый тюремный опыт, наряду с возможностью сыграть в симулятор ограблений раньше всех остальных. Речь тут, само собой, не совсем о полноценном тюремном заключении со всеми вытекающими. А скорее в тюрьму предстоит пока только лишь присесть, так как срок пребывания будет строго ограничен. Starbreeze Studios отберет нескольких участников, которые отправятся в тюрьму в Евле, что находится на родине разработчиков, Швеции. Помимо прочего, счастливчикам обещают даже компенсировать перелет, проживание и питание. А потому тратить на отсидку кровно заработанные вовсе даже не придется, что радует. Сообщается, что при отборе будут учитывать статистику пользователя в Payday 2 в сервисе Steam. Получается, чем выше результаты будут у игрока, тем больше шансов оказаться в числе потенциальных арестантов. А на этой прекрасной новости сегодняшний выпуск, пожалуй, завершим. Надеемся, что вам он понравился. Если да, то поддержите лайком и подпиской на канал.